Здравия желаю, уважаемые, с вами Никодим. Регулярность метро не самая лучшая, но было и хуже. Сегодня у меня метро открылась новая станция. Прямо сейчас я вам её покажу. Поехали. Новая станция находится на четвёртой жёлтой линии, за станцией хирургической, и она называется Житиевская. Прямо сейчас мы на неё поедем. Сегодня у нас путь очень долгий. Я уже на момент записи видео сделал информатор, подготовил, и в нём сегодня будет 49 объявлений. Потому что мы проедем почти всю жёлтую линию и довольно большую часть красной линии. Да, мы сегодня по двум линиям всего поедем, не по трём, не по четырём. Вагонетка уже стоит, представляете? И, естественно, мы нас... Гениально. Настраиваем информатор. Информатор готов к работе. Направление движения. Первое – липтом. Естественно, перегоны я буду вырезать, как и в последних двух видео. Вот так вот. Статистика так сказала. Едем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – высокогорная. Высокогорная – переход на станцию железя, как поездам второй линии. Станция высокогорная. Да, та самая. Платформа справа. Это, между прочим, первая станция с береговыми платформами. Да, самая первая. Их, кстати, не так уж и много. Я думаю, что следующую станцию надо сделать с береговыми платформами. Конечно, это не сможет быть станция новая, которая находится за Житьевской. Потому что там свои приходы. Там не получится это сделать. Ну, потому что она будет кроссплатформенная. С желтой, получается, и западной. Но какую-нибудь одну из следующих станций надо обязательно сделать с береговыми платформами. Представляете, какой-то человек в Стиме играет в World of Tanks Blitz. Это очень важная информация, и мы едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Невская. Невская. Итак, станция Невская. Да, первая станция с горизонтальным лифтом, в общем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Болотная. Болотная. Болотная станция. Ну, она ничем не примечательна, просто обычная станция. Ни первая, ни вторая, ни четвертая. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Солевая. Солевая. Станция Солевая. Не знаю, как это выглядит у вас. Возможно, как будто бы слишком все быстро происходит. Ну, в принципе, эти станции вы уже сколько раз видели? Огромное количество. Вот примерно 70 видео по обзорам... Ну, именно 70 видео по обзорам Свинбургского метрополитена. Ну, там, естественно, не считая линий там. Но, ну, понятно, там больше половины скоростные. Но я думаю, что раз 20-30 вы точно эту станцию видели. Как и Болотную, как и следующую. Следующую. Поэтому, в принципе, нормально. Я думаю, вырезать, если я буду, то нормально будет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Соларевская. Но еще учтите, ребята, такой момент, что... Конечно, у вас это все красиво вырезано выглядит. Но я-то трачу на такие видео столько же абсолютно, сколько и если не вырезаю. Даже больше из-за того, что монтаж, там всякие дела. Поэтому, как бы, из-за того, что я начал вырезать перегоны, это не значит, что я буду как-то... Ну, как-то быстрее и легче мне будет снимать видео. Между прочим, у нас остался последний перегон. Ну, правда, два. Потому что, ну, естественно, полянка только на юг, как говорили великие. Но, в принципе, я думаю, что это база. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Липтон. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Наш поезд прибыл на конечную станцию – Липтон. Переход к поездам четвертой линии. Нормально, мы приехали на станцию Липтон. Мы переходим. На самом деле, станция Липтон, несмотря на то, что открыта она в далеком... Далекого 11 сентября. Хорошая, кстати, да, там? Ладно, это, в принципе, не важно. Она открыта в далеком 2021 году, в конце. Но она из-за этого не становится какой-то плохой. Она даже хорошая, как по мне. Конечно, может, у вас другое мнение. Напишите в комментариях, в каком станции Липтон. Информатор готов к работе. Направление движения Липтон-Житиевская. Но верхняя часть мне нравится больше. Да, это, конечно, именно по вкусу. Малиновый и зеленый чай мне нравятся больше, чем черный. Но именно по внешнему виду мне верхний больше нравится. Напишите в комментариях, какой ваш любимый Липтон. И вообще, уважаете ли вы Липтон? Я лично только Липтон из холодных чаев и уважаю. Там Фьюсти и Настя не уважаю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Торфоболотная. Торфоболотная. Станция Торфоболотная. Она, кстати, между прочим, относительно новая. Правда, открыта она в январе 22-го года. Это... Стоп, это два года назад? Ну ладно. Не важно. Да, кстати, 24-й год. Представляете, уже март начался. Я только сейчас понял, что уже 24-й год. Ну ладно, не сейчас, но как-то для меня он еще не начался. Действительно, потому что уже довольно много времени утепло с начала 24-го года. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Яблочная. Яблочная, между прочим, первая полноценная кросс-платформенная пересадка. И в принципе, кросс-платформенная пересадка, это очень прикольная. Но их, ну, довольно сложно соединять. Ну, линии между собой. Именно в Майнкрафте. В реальной жизни, скорее всего, тоже. Но эта станция мне довольно нравится, но на самом деле она довольно простоватая. Она, конечно, большая, она кросс-платформенная, но она не особо-то и красивая. Ну, это июль 21-го года. Давно уже это было. Ну, красная, кстати, вроде бы получше, чем зеленая выглядит. Ну, часть я имею в виду. Именно сама, как это называется, платформа. Зал, зал, не зал. Именно зал это называется. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция имени Серномайна. Имени Серномайна. Станция имени Серномайна. Да, меня так называемый Саша Инараблокс попросил переименовать станцию в имени Серномайна. Ну, я переименовал, мне несложно. Вот. Но, правда, таблички так и остались. Ну, это база. Но она называется имени Серномайна. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Гусиная. Гусиная. Переход на станцию Абрикосова. Поездам третьей линии станцию Китайский рынок. Поездам седьмой линии. Станция Гусиная. Ладно, просто Гусиная, без Г. Потому что все-таки, ну, мы... Ну, эта станция все-таки на русском называется, или на украинском. Да, информатор сказал, что здесь пересадка на Абрикосово и на Китайский рынок. Я ее планирую сделать. Она, скорее всего, будет вот тут. Я не знаю, правда, как ее реализовать. Или вот здесь вот ее реализовать. Просто дело в том, что... Ну, тут, правда, это проблематично. Очень сложно говорить, представляете? Если что, сегодня сейчас 9 вечера когда-то записываю. Поэтому я не очень хорошо себя чувствую. Придется перестроить выход, если я буду делать переход здесь. Но прикол в том, что... Ну, вот она, Абрикосово. Я думаю, что можно, в принципе, вот тут вот. Вот прям вот тут вот идеально. Идеальное место. Вот так вот прям провести. И вот сюда вот. Она даже примерно на одной высоте. Ну, так. Один блок тут разница. Ладно, что-то я сильно отвлекаюсь. Едем дальше. Следующая у нас станция будет Заводская 2, между прочим. Как... До чего тут табличка? До Аметистовой. Да, до Аметистовой. Не до Андезитовой. Потому что изначально, когда я построил станцию Аметистовой, я ее... Назвал Андезитовая. Потому что я перепутал Аметистов и Андезитов. Вот это да. Рофл дикий. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Заводская 2. Заводская 2. Переход на станцию. Заводская к поездам третьей линии. Станция... Мануфактурная 2. Ладно, завод. Потому что мануфактуры уже устарели. У нас там заводы, фабрики. Кстати, такое себе вот это вот. Именно то, что здесь переход всего в два блока. И вот это выглядит довольно странно. Давайте сделаем просто вот так вот. И будет тут красиво. Да, это, конечно, история, что тут столько времени было так. Но все когда-то меняется, товарищи. Все когда-то меняется. Получается, здесь надо сделать... Здесь надо сделать вот так. Все. И сразу красиво стало выглядеть. Вот оно. Починил. Кстати, оцените скин. Тоже в комментариях напишите. Какой мой скин? Трансгендерный постфеминистки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Горки. Горки. Станция Горки. Ладно, Горки. Это опять же на английском. Да, я, конечно, не то, чтобы прям сильно принижаю украинский язык. Но все же это название все на русском. Да, к языку у меня никакого этого. Я вообще все языки уважаю, потому что именно язык. Я не про людей. Ладно, не надо. Не обижайтесь, пожалуйста. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Зимогорная. Зимогорная. Зимогорная? Я даже вставать не буду. Просто едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция имени Сержа Майнкрафта. Имени Сержа Майнкрафта Имени Сержа Майнкрафта Осторожно, двери закрываются Следующая станция тропическая Тропическая Представляете, ребята, это станция тропическая Еще, кстати, про станцию тропическая Я вам хочу рассказать один интересный факт Дело в том, что я эту станцию строил с помощью котлована Как и все станции последние два с половиной года Если не больше Прикол в том, что я сделал котлован без перегонов И я не знал, собственно, с какой стороны станция То есть Сержа Майнкрафта И поэтому я сделал вот эти вот таблички Которые показывают направление неправильно То есть у меня вот туда было посадки нет А в обратную сторону у меня было до заводской 2 И я не знаю Возможно, я уже и на первом обзоре желтой линии это изменил Но как будто бы нет Сходите, посмотрите Потом отпишитесь мне Да, это все видео я бачу на комментарии Ну, потому что интересно читать и отвечать Во взаимодействии с аудиторией Осторожно, двери закрываются Следующая станция Страна Стрелочная Да, очень сложно поехать Прикольненькая, конечно, станция Страна Стрелочная Переход к поездам 10-й линии Да, у меня есть, кстати, еще один интересный факт Про станцию Страна Стрелочная Тоже не про тропическую Дело в том, что Ну, все станции До станции Горно-Лесная То есть до Примерно осени 2021 года Я строил с помощью такой Так называемого WorldEdit А потом у меня случился какой-то баг И у меня При любой версии Когда я захожу Я пытался и обновляться И откачиваться И у меня почему-то Не работает WorldEdit Именно в этом мире Я не знаю Во всех остальных работает Здесь не работает Ошибки я, кстати, у других людей Так их не видел Ладно Это не к теме К теме то, что я Строил станции WorldEdit И мне было очень лень Пристроить эти станции Страна Стрелочная Потому что Когда ты WorldEdit Вставляешь стеклянные панели То они нормально не вставляются И поэтому мне пришлось Все вот эти стеклянные панели Ставить вручную Правда, после этого я С осени 2021 года Строю абсолютно все вручную И в том числе И в том числе и красивые Там прикольчики Там люстры всякие Ну, в принципе, это не важно Кул стори Про строительство Слинбургского метрополитена Имени Евгеша Геймс, кстати Осторожно Двери закрываются Следующая станция Планетная Планетная Станция Планетная Кстати, тоже интересная станция Интерес в том, что Насколько я помню Полгода строила Или даже больше Да Вот такое вот было А, да Подожди Какие полгода Что я несу Тут написано Что она открыта 25 июня 23 года Но Чтобы вы понимали Сама станция Без перегонов И выхода Была построена Летом 21 года Поэтому не полгода А два Осторожно Двери закрываются Следующая станция Лучинская Лучинская Ну, про Лучинская В принципе, нечего сказать Только Янкер ее украл А так, в принципе Просто станция Осторожно Двери закрываются Следующая станция Имени Мирона Литвинова Имени Мирона Литвинова Станция Названная В честь моего Хорошего товарища Мирона Литвинова Да Я, между прочим С Мироном Литвиновым До сих пор Несмотря на то, что Я с ним знаком Он с 21 года Я до сих пор Продолжаю с ним Сотрудничание Сотрудниче Сотрудничество Между прочим Мирона Литвинова Живет в городе Славян Представляете Аметистовая Следующая станция Кстати Хорошая станция Красивая Сороконожка Сороконожка Здорового человека Осторожно Двери закрываются Следующая станция Аметистовая 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 Станция Аметистовая Да Которая Да Еще одну Кулстори Расскажу Да Здесь Кстати Кроме Ну Здесь Короче Я сделал Пол И после этого Мне стало лень Поэтому все Остальное Я сделал На отвали Собственно Как и на новой Станции Житиевская Кстати Ну Не про это Дело в том Что я Захотел Когда перешел На версию 1.17 Сделать Новую станцию В стиле Новых блоков Из 1.17 Ну Как-то Что-то Не получилось Ну Точнее Получилось Я построил Эту станцию И Не обратил Внимания То что Это называется Аметист Я назвал Ее Андезитовой Заснял Обзор Сделал Превьюшку С надписью Андезитовая Вот И только После этого Когда мне Написали комментарии Я понял Что Андезит Это Вот этот Белый А нет Этот Серый Вот он Где этот Андезит Вот Андезит Аметист Вот Ну Кстати Чем-то Похоже Хотя Может Это Из-за Текстурпака Не знаю Как Вы Ребенали Я Только С этим Текстурпаком На 64 Бита И хожу Или А сколько Он там Надо Посмотреть Это Это Очень Важно Для Обзора Станции Житиеевская Где Он А Тут Нет Информации Но Я думаю Что Он На 32 Бита На 64 Да Ксепс П Ладно Осторожно Двери Закрываются Следующая Станция Имени Карла Маркса Имени Карла Маркса Станция Имени Карла Маркса Не знаю Почему Она Мне Чем-то Тимирязевского Напоминает Из Москвы Осторожно Двери Закрываются Следующая Станция Хирургическая Хирургическая Станция Хирургическая Тоже Новая Правда Прошлогодняя Представляете Она Прошлогодняя Старая А Тут Нет Таблички Ну Не Важно А Да Кстати Это Последний Перегон И Я думаю Что Я Не Буду Его Скипать Осторожно Двери Закрываются Следующая Станция Житиеевская Потому что Он как бы Все-таки Последний Он Необычный Здесь Он Кстати Искасованный С времен Строительства Западной Линии Мне очень Понравилось Делать Искасованные Туннели Поэтому Я теперь Их делаю Представляете Вот уже Следующая Станция Житиеевская Новая Итак Уважаемые Пассажиры Будьте Внимательны Следите За сохранностью Своих Вещей И документов Не Оставляйте Их Без Присмотра Наш Поезд Прибыл На Конечную Станцию Житиеевская Итак Ребята Станция Житиеевская Вот Она Прекрасная Красивая Сороконожка И Как я Говорил Здесь Очень Красивый Пол Я его Прям Задумывался Он тут С различными Узорами А все Остальное На отвали Ну ладно Эти стены Это тоже Прикольные Тоже Но вот Эти вот Стены Ну Хотя Тоже Это не так Как на Аметистовой Там где Просто Просто Сверху Один цвет Снизу Другой цвет И полоска Здесь все таки Поинтереснее Потолок Вот такой Вот тут В шахматном порядке Дублируется Светло-серая Керамика И Как это Называется Светокамень Здесь у нас есть Сидушечки И станция Между прочим Открыта На самом деле 23 февраля А не Сегодня Какое У нас Четвертое Третье Не помню В принципе Не важно Я думаю Я думаю Что у меня Третья У вас Четвертая Именно так Выход В город Номер один Естественно Таблички Я решил Не делать Здесь Оборотный Тупик Потому что Станция Тоборовская Следующая Она будет Для Желтой линии Наверное Долгое время Конечной Именно поэтому Я Решил Не делать Здесь Оборотный Тупик Как и на Станции Хирургическое Выходим Здесь у нас Два эскалатора Один вверх Другой вниз И лестница Естественно Как зожник Я пойду По лестнице Два турникета В одну сторону Два турникета В другую сторону Также Здесь у нас Две кассы И пункт Полиции Выход В город Номер один Станция Ждиевская Свинбургский Метрополитен Выход В принципе Довольно Стандартный То есть Вот этот Вот зал Вбок Отсюда Как это называется Ну такой вот Тоннельчик Тут еще один поворот И у нас Выход Вот сюда Вот На полянку Вот здесь Между прочим Был котлован Я его зарыл Я стараюсь Зарывать котлованы Сразу же после После строительства Хотя Долгое время Я этого не делал Поэтому Явторый котлованы Есть до сих пор Станция Ждиевская Свинбургский Метрополитен И что я могу сказать Я могу сказать Только то Что мне Нечего сказать А так Мне нечего сказать Я буду с вами прощаться С вами был Никодим Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Никодим Куз Самое главное Ставьте лайки Пишите комментарии Ну ладно Лайки можете Ставить по вашему усмотрению А комментарии Очень интересно читать Представляете Ну что ж Всем удачи До новых встреч И Честь имею Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok